здравствуйте дорогие мои друзья я сегодня проснулся и поймал меня на мысли а ведь все еще жарко у нас швеция жарко вот как в испании 32 829 градусов тепла вот короче и настроение что а вообще мне сегодня навеяло сделать ролик вот я проснулся да видно такой жары да вот всю ночь я ворочался в кровати было жарко я весь такой прямо вспотел до проснулся по мне такую под течет ну я естественно потрогал юльку тоже течет с нее пот или нет с юльки тоже тек пот я даже его понюхал но юлькин пот приятный кстати приятный вот я взял ну сходил в туалет отлил потом взял такую тряпочку и юлечку даже протер она ничего не заметила вот блин я опять отвлекся хотел ролик на совсем другую тему запилить а рассказываю вам про какой-то пот короче вот короче и мне видно жара стукнула в мою тупую игрушку мою тупую башку грузчика и мне навеялось сделать ролик короче ролик о моем вот это вот шкафе или серване или как он называется я не знаю вот короче сначала мы с юлькой купили столик это английский столик да сейчас вам его покажу это английский столик и и мы его купили на аукционе столик со стульями вот смотрите вот это короче вот этот вот столик до со стульями мы с юлькой купили на аукционе ну такой обычный столик до такие обычно в англии миллионеры покупают вот такая изработочка приятная да стульчик такой тоже приятный такой изработочка такая у стульчика приятная довольно таки вот тут внизу он вот такой вот такие вот лапы у него вот так вот он смотрится внизу в общем вот такой столик но вот здесь вот он раздвигается да вот эту часть можно вытащить он раздвигается ну и как бы купили мы короче столик вот а шкафчика столику как бы нету а место вот здесь вот пустую ну и как бы мы покупали столик на аукционе а шкафчика на аукционе не было и короче мы все ждали ждали когда шкафчик появится на аукционе а он так и не появился вот ну а вы все знаете что я работаю тупым грузчиком каждый день перевожу людей до из квартиры в квартиру из дома из дома в квартиру из квартиры в дом короче ну разных людей перевожу в разные места они переезжают вот и как правило у людей много всякого ненужного барахла который они выбрасывают или отдают нам грузчиком но мне как бы даром такое барахло не нужно потому что там одно дерьмо если честно кроме некоторых случаев и про такой случай я хочу вам сегодня рассказать короче у меня в голове все время был такой знаете такая картина до шкафчик английский что надо его достать у меня в голове это крутилась крутилось крутилась на достать шкафчик на буду сочков чик надо но сочков чик да а мысли они наверное все-таки как я и раньше говорил в старых роликах мысли они материализуются и вот один раз я прихожу на перевозку квартиры Ну, очередная перевезка квартиры. Захожу в квартиру, а в квартире куча дерьма, мебель, ну дерьмо, полное дерьмо. Даже такое, все знаете, вот я бы не подобрал даже с мусорки это, не то что себе в дом, не подобрал бы даже с мусорки, чтобы потом перепродать это. Потому что не нашел бы клиентов на такое дерьмо. Ну, короче, одно дерьмо было у людей, кроме одного шкафчика. Вот этого вот шкафчика, да, сейчас я вам его покажу даже. Вот такой вот шкафчик, это из той же серии, да, английский шкафчик. Вот так вот он смотрится. Офигенная обработка у этого шкафчика, такое приятное дерево, да. Вот, ключик имеется. Вот. Обратите внимание даже на стекло. Это не просто стекло, а специальное стекло. Не знаю, как это называется, да, но вот эта вот деталь, да, вот она очень красивая. Когда вот так вот сделано стекло. Подскажите, кто знает, кстати, как это вот называется. Блин, не знаю, видно, тут не видно. Вот, видите, вот. То есть оно не просто ровно вот так вот идет, да, вот так вот. Ровно. Оно вот тут вот чуть-чуть так чик, и туда заходит стекло. Вот тут вот, видите. И вот так вот по всему. Видите, по всему оно идет. Это очень красиво, я считаю. Это очень красиво, когда стекло вот так вот сделано на столах или на шкафах. Вот это очень красиво, я считаю. Ну, короче, вот этот шкафчик, да. Сейчас я вам расскажу, как он мне, ну, еще и достался. Вот, сейчас. Тут у меня всякая, ну, дребедень, короче. Чайник этого Ворошилова. Чашки всякие, такие, видите, чашечки, статуяточки. И маленькая обезьянка. Ну, и вот, короче, зашел я вот у хату, да, где одно дерьмо, и у них стоит вот этот вот шкаф. Я сначала думал, они скажут, чуваки, типа, все на помойку, кроме этого шкафа. Этот шкаф перевозим мы в новую квартиру. Вот я честно скажу, вот я вот реально вот так вот думал, что так оно будет. Блин, ударил по столу дорогому. Нельзя так делать. Вот, я реально думал, что так будет. А получилось не так. Мы заходим. Значит, они нам показывают, вот мы переезжаем, вот это надо все перевести, короче, дерьмо. Кроме одной вещи, говорят, кроме этого шкафа. Его нужно выбросить. И я думаю, люди что, придурки что ли? Как можно выбросить такой красивый шкаф, полностью целый, не битый, с таким шикарным стеклом? Я им говорю, точно выбрасывать собрались? Да, точно. Если хочешь, забирай. Если хочешь, забирай его. И я, конечно, его забрал. Привожу домой. Юльки дома не было. Ставлю его сюда аккуратненько, все. Протираю пыль. И поехал дальше на работу, короче. Я в рабочее время, короче, свалил с этим шкафом сюда, к себе домой. Херах, через три часа звонок мне. Я беру трубку Алло Юлечка говорит Это ты шкаф принес домой? Я говорю, какой шкаф? Такой красивый английский Я говорю, нет, не я Она говорит, что ты обманываешь? Что ты обманываешь? Я говорю, ну я не обманываю Я шучу просто Конечно я, Юлечка, принес этот шкаф Конечно же это был я Она говорит, а где ты его взял? Ну я рассказал ей, как все получилось Это дело, как я взял этот шкаф И она, конечно, охренела Что такой шикарный шкаф Нам вот достался вот таким вот Путем Вообще, конечно Много чего я за свою жизнь Вот так вот понадоставал Ну как правило, я все это Дерьмо, которое достаю, я его продаю Но шкаф этот доставил Потому что у нас вот столик Как раз из такого же дерева Английский наш столик И туда же английский шкафчик В серию Вот нам Ну Давайте что ли это самое Вам скажу, сколько шкафчик стоил Вот этот шкафчик, когда он был новый Он стоил 3000 евро Когда он был новый Он, конечно, поддержанный, да, сейчас Он не новый Но это как бы не автомобиль У него же нету там Большого пробега у этого шкафа Или еще что-нибудь там Как бы Он как был 20 лет назад Он в таком же сейчас состоянии и остался Короче Вот Вот такая вот интересная история Об этом шкафчике То есть я его не покупал Мне шкафчик за 3000 евро Достался На халяву, короче говоря Вот А вот стол мы покупали Все, давайте ШАО 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 ША dengan